Ах! Господи, да чего, больно же! Раскалывается прямо! Здоровья, друзья! С вами Алексей Маматов, и я рад приветствовать вас на канале Школы Долголетия. Мы помогли уже, наверное, 150 тысячам человек омолодиться, обрести лёгкость движения и изменить свою жизнь. И сегодня мы с вами поговорим про головную боль и её причины. Многим знакомы симптомы, которые порой появляются от случая к случаю, а могут присутствовать почти постоянно. Интенсивная головная боль, тяжесть в голове. Иногда бывает сложно подобрать какое-то слово, вспомнить фамилию. Если такие симптомы появились, то рекомендую сделать очищение сосудов головы. А как это сделать правильно и безопасно? Посмотрите видео до конца, чтобы узнать. Мы ежегодно отвозим свои автомобили на технический осмотр, мы чистим раковины, туалеты и так далее. Но почему-то про себя любимого, про свои сосуды мы забываем. Отсюда с возрастом появляется забывчивость, атеросклероз и даже деменция. Друзья, пришла пора почиститься. И для этого есть несколько хороших способов. Первый – это свекольный квас. Приготовить его несложно. Два килограмма свеклы нужно помыть так, чтобы она была чистая. И положить в какую-то емкость. Добавить три литра горячей воды и горбушку обычного черстого черного хлеба. Закрываем марлей, ставим в темное теплое место на пару суток. И потом снимаем образующуюся пенку и оставляем еще на сутки. Процеживаем. И, в общем-то, квас готов. Храните в холодильнике, принимайте по полстаканчика за день и пьем месячным курсом, периодически приготовляя себе всю новую порцию. Это простое средство позволяет почистить не только сосуды мозга, но и оказывает хорошее, доброе воздействие на кишечник, на печень и даже на кожу, особенно лица. Второй способ, как мы можем почистить сосуды в домашних условиях – отвар лаврушки, лаврового листа. Нужно взять всего 5 лавровых листиков и прокипятить их в полулитре воды, минут 10. Потом настаиваем 6-8 часов и принимаем немножечко, буквально 2-3 столовые ложки. Три раза в день на протяжении трех суток. Помимо этого, отвар лаврушки является глистогонным средством. Отвар лаврушки тоже улучшает цвет лица и качество нашей кожи. Наконец, есть и третий способ – это липовый чай. В основе цветов липы он улучшает состояние сосудов мозга, стабилизирует давление, а также улучшает состояние нервной системы. Еще липовый чай выводит лишнюю жидкость из организма, убирает отеки, помогает наладить пищеварение и жировой обмен. Мы применяем его 3 раза в день на протяжении 3 недель. Для того, чтобы приготовить такой чай, мы берем столовую ложечку цветов липы. Кстати, вы можете сами ее собрать, ее даже не обязательно приобретать. И заливаем полулитром, не кипятка, а запомните, цветочки, мы заливаем 80-градусной водичкой. То есть предзакипающей. Достаточно дать настояться 15 минут и уже можно пить. Принимаем также за полчаса, за 15 минут до еды 3-4 раза в день. Друзья, согласитесь, средства простые. Свеколка, лаврушка, цветочки липы. От чего защищают? Защищают от инсульта, защищают от забывчивости, дарят молодость нашему лицу, чистят печень. Грех не использовать. Друзья, если у вас проблемы с памятью, пройдите мои бесплатные занятия по восстановлению мозга. Ссылочку на них вы найдете в описании к этому видео. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео для вас и вашего здоровья. С вами был Алексей Маматов и канал Школа Долголетия, где я рассказываю о самых полезных техниках и упражнениях для вашего здоровья. До встречи в новых видео, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok